И хочу проповедовать сегодня на такую тему. Мы завершаем цикл темы верности, друзья. Мы будем говорить о практических аспектах верности. Так называется моя проповедь. Практические аспекты верности. И я бы хотел, друзья, чтобы мы также посмотрели не просто теорию, но посмотрели это в ретроспективе какой-то истории. Когда у нас был Анатолий Гельманов, он несколько раз повторял и несколько раз говорил о том, что поговорите, пожалуйста, с старожилами церкви, с теми, кто у основания церкви, те, кто начинали церковь, и чтобы, соответственно, узнать вообще эту историю, что проходили люди. Потому что один великий человек сказал, что когда кто-то, особенно молодое поколение, оно имеет какой-то успех, то этот человек сказал такую хорошую фразу, что мы стоим на плечах гигантов. Мы стоим на плечах гигантов. Я не помню, кому она принадлежит, но это правда, потому что мы с вами стоим на плечах гигантов. И я не говорю, что гиганты те, кто, может быть, начинал церковь, хотя мы говорим, кому честь, тому честь, безусловно, но мы стоим на плечах гигантов целых поколений людей, начиная с дня рождения церкви, с дня Пятидесятницы. Потому что мы должны себя осознавать как часть Вселенской Церкви Посольства Иисуса, хотел сказать. Дай Бог, чтобы мы были Вселенской Церковью Посольства Иисуса, верю всем сердцем, но мы часть Вселенской Церкви. Церкви, которая насчитывает свою историю со дня Пятидесятницы. Когда Иисус собрался с учениками, и Он сказал, что не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, это мы читаем в Деяниях в первой главе. И во второй главе Деяний мы видим, как Дух Святой сошел на апостолов и на остальных учеников, и это считается богословами всеми вековыми просто, как сказать, исследованиями Писания, вообще истории Церкви как таковой. Это считается днем рождения Церкви. День рождения Церкви, день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел, и тогда началась Церковь, тогда Бог стал созидать свою Церковь, и она распространилась по всей земле. Были непростые времена, люди проходили сложные, сложные, эпохальные, тяжелые, катастрофические времена, но они их проходили достойно, друзья. Мы с вами потомки тех людей, которые полагали свою жизнь, которые погибали, которые заканчивали свою жизнь мучительной смертью. Мы с вами потомки этих людей в духе. Мы вообще были неверующими, мы были язычниками на территории России, были племена, разрозненные племена. И вдруг потом пришло Евангелие, пришло понимание, что Бог может спасти человека, и Бог благословит каждого человека, потому что мы уверовали в Иисуса Христа, мы спаслись, мы достигли познания истины. И мы должны так себя ощущать. Почему я об этом говорю? Потому что в этом году мы будем праздновать 30 лет нашей Церкви. И человек, который недавно в Церкви, он скажет, ну это какая-то секта получается, раз вам всего лишь 30 лет. Вон какие церкви вековые есть. Я хочу сказать, друзья, что 30 лет, почему мы празднуем? Потому что вот маленькая община, она началась с нескольких людей, с нескольких семей, и она выросла в такую большую общину. Но мы говорим лишь о том, что мы просто начали служение в каком-то конкретном месте, в каком-то конкретном городе. Но при этом мы часть Вселенской Церкви, аминь драгоценная. Мы ведем свое летоисчисление со дня Пятидесятницы, и Церковь переживала разной турбулентности, и Церковь по-разному были периоды очень тяжелые в жизни Церкви. Есть темные времена так называемые, когда Церковь практически отступала от заповедей Божьих, от Слова Божьего. Она забывала то, что говорил Господь, и в итоге появлялись всякие моменты касательно индульгенции, касательно каких-то моментов просто неправильных, не имеющих подтверждения в Писании. Но при этом Бог вел свою Церковь и продолжает вести до сих пор. Книга Деяний, я верю, пишется до сих пор, и мы счастливы, и мы участники всего этого. Я хочу, друзья, чтобы каждый из вас сегодня осознал, что ты часть одного большого движения, ты часть тела Христова. Ты не просто приходишь на служение, вот просто послушать и так далее, ты можешь сотворить историю, ты можешь быть участником этой истории. Аминь. Это очень важно. Почему об этом важно поговорить? Да потому что мы вот 30 лет прошли этот путь определенный, он был непростой. Я постараюсь сегодня как-то перемешку вот с посланием и посмотреть еще какую-то часть истории. Я тут нашел какие-то фотки, которые только начинались у нас, когда начиналось служение. И мы уверовали в этом году, вот мы будем в апреле месяце, мы будем праздновать, по крайней мере, я, моя супруга и множество других братьев, это Шаровы, это Михеевы. Мы будем праздновать 30 лет. Наш пастор старший с верой, они праздновали 30 лет своего покаяния в прошлом году. Вы помните это, да? Говорили там, поздравляли. И также у них была годовщина их семейной жизни, 30 лет. Но мы будем праздновать в апреле, соответственно, 30 лет в этом году. И я что-то вот бывает стеснялся там говорить, ну вот, там 30 лет я во Христе, вот там было что-то там или не было. А потом я понял, что это хороший срок, которого не надо стесняться. Это срок, которым можно поделиться, поделиться теми победами, поражениями даже в том числе, какими-то ошибками, но также и тем, что Бог делал в моей жизни конкретно, в жизни моей семьи, в жизни церкви в конечном итоге. И вот, по сути, получилось так, что пастор Павел, он покаялся раньше чуть-чуть, и он ходил в одну церковь с верой, и еще с одним братом, который сейчас временно пока не с нами. Вот. А другие, вот мы там, последующие, это я, моя супруга, Шарова, Михеева, чуть позже покаялся Роман Миронов, чуть позже покаялась Валентина Суховольская, которую мы поздравляли. Но много людей каялось, много отступало, но много и каялось. И вот мы покаялись. Через три месяца мы начали ходить в Нижегородскую церковь. Я много говорил на самом деле, как мы покаялись. Мы с Вадимом покаялись в один день, мы пришли в церковь, Скала Спасения она называлась. Сейчас она называется «Слово жизни», здесь, в Нижнем Новгороде, она находится недалеко от Бурнаковки. И, значит, мы пришли в эту церковь, в такую вообще как бы неприветливую атмосферу, странную атмосферу. В этой церкви, значит, это был кинотеатр Печоры, сейчас там какой-то ночной клуб находится. Так вот, в этом кинотеатре Печоры не было, по сути, нормальной кровли. Когда шел дождь, он шел также и внутри. И в середине зала прям с потолка лилась вода, а впереди, значит, на алтаре висела лампочка на проводе, прям лампочка Ильича висела на проводе, и вокруг этой лампочки бегали люди в хороводе, значит, и славили Бога еврейскими песнями. Вот, атмосфера очень своеобразная, я вам скажу точно. И мы пришли, мы сели на задний ряд, и мы хихикали, значит, на заднем ряду с ним. А Вадим, вы знаете, он любит похихикать, он всегда был такой шутник. Вот, и он шутил все, он много там чего подшучивал над ними, как последний человек в этом хороводе, он не успевал, значит, за другими, его заносило, и вот инерция его так заносила, что он уже прям практически падал. И человек его держал, чтобы он совсем не упал, это было очень смешно наблюдать. Вот, и, значит, мы смотрели на все это и думали, ну, вот пришли на какое-то непонятное шоу. Но потом проповедник вышел за алтарь, проповедовал и сказал, что я призываю вас к тому, чтобы вы примирились со Христом, чтобы вы познали Господа, чтобы ваша жизнь изменилась. И мы не сговаривались вообще, мы без всяких смеха, без всякого сарказма какого-то, мы встали и пошли с ним, и вышли на покаяние, искренне покаялись. На следующем богослужении мы были крещены Духом Святым, мы стали молиться иными языками. Бог дал такой дар нам, Бог дает каждому такой дар, безусловно. И мы вот стали ходить в церковь, мы пошли на библейскую школу, через две недели покаялась моя супруга, это тоже отдельная история, как она покаялась по записочке, просто мы ей написали, Маша, Бог есть, церковь сказала спасение, автобус такой-то, время такое-то. Вот, и она по записочке приехала и покаялась в это же воскресенье. И мы, друзья, начали ходить в церковь, начали проходить вот этот процесс обучения. И если вот есть какие-то, друзья, фотки, вот с самого начала, я думаю, что получится у нас выводить, и вы вот так вот будете смотреть наши молодые лица. Первое такое было свидетельство у нас сильное, когда мы... Это вот первая домашняя группа, вы видите. Вот я стою в красных трико, это была моя фишка такая, красные трико. Вот, очень своеобразные, единственные трико в моей жизни, штаны. И больше у меня ничего практически не было на тот момент времени. И рядом со мной вы видите, да, пастор Павел играет на гитаре, вот Вадим Шаров, девушки, которых нету сейчас, и моя жена. Вот, по сути, из всех, кто здесь вы видите на фотографии, только Вадим Шаров и моя будущая супруга. А все остальные девчонки, они вот не остались с нами, я так понимаю. И вот это вот первая домашняя группа, которая проходила в квартире моих родителей, на поселке Дружба. И мы собирались таким образом там вместе, просто разбирали писание. Что интересно, у нас не было лидера как такового, как сейчас. У нас не было вообще такого понимания даже, что лидер домашней группы. У нас было вот, каждый приходил, каждый делился словом. Мы открывали писание и просто делились этим словом, друзья. И хочу сказать, что через три месяца мы стали задумываться о том, что, а почему бы не открыть церковь в городе Бор? Это был 94-й год. Почему бы не открыть церковь? Через три месяца после нашего покаяния. И мы подошли к пастору церкви «Скала спасения», куда мы ходили. И мы спросили ее, а может быть у вас есть кто-то, кто желает быть пастором, там открыть миссию, значит, открыть церковь в городе Бор, где мы живем. Там уже много достаточно людей, человек 20, почти 30, которые уже уверовали в Иисуса Христа. И она просто сказала очень просто, так вы там живете, вы и начинайте церковь. И мы, по слову пастора, через три месяца после покаяния начали церковь. Я вот вас призываю быть дерзновенными, друзья. Бог все может устроить в жизни. И мы начали церковь. И первое такое свидетельство было сильное. Когда было водное крещение, мы прошли определенные моменты. И я хотел в перемешку с пониманием верности поговорить, что мы столкнулись после крещения сразу же каким-то образом, а тогда это были 90-е. Вот, это был 94-й год. Вот вы видите на фотографии в очках такого прекрасного парня. Значит, это Влад Михеев. Вот он в очках. А внизу еще более прекрасный парень. Это Вадим Шаров с улыбкой. Ну, когда лицо худое, то улыбка большая. Я это замечаю. А когда уже лицо не очень худое, то улыбка становится меньше. Вот в самом правом углу пастор Павел и братья, которые приехали из церкви «Скала спасения». Это Геннадий Ершов, который сейчас является пастором церкви «Слово жизни», о которой я говорил уже, друзья. И к чему все это я веду? К тому, что мы проходили достаточно непростой путь. Он был полон различных событий, радости, горести, испытаний, трудностей, побед, безусловно. Об этом можно книгу писать уже на самом деле. И в проповеди не скажешь еще при условии того, что хочется сказать еще и о верности. Еще надо слово Божье открыть, а не просто рассказывать историю церкви. Но в это время, когда мы приняли крещение в воде, значит, бандиты наши местные, они как-то узнали, что пришли какие-то сектанты. Ну, так вот такое было мнение. Это сейчас мы традиционная церковь, традиционная конфессия. Сейчас нас приглашает президент нашего начальствующего епископа и так далее. Тогда не было так. Тогда мы сражались против таких великанов своего рода. И они узнали, и просто началась такая на улице прям сильная разборка. И они говорили, и мы знали, что они это сделают. Они хотели привязать нас к машине, и они спокойно могли это сделать. И нас вот так по поселку прокатить волоком или не волоком. И я просто знал, что так будет. Тогда полиция просто не вмешивалась во все эти процессы. Тогда была просто такая очень сильно криминальная обстановка в нашей стране. И каким-то образом одна девчонка убежала, и она сказала, вот, компании, которая приехала с этой церкви, Скала Спасения, вот, Геннадию Ершову, они были тогда в квартире, и они стали молиться просто, молиться за нас, чтобы эти товарищи нам ничего не сделали. И когда они стали молиться, в этот самый момент они остановились. Вот это было для нас такое сильное свидетельство. Они остановились и сказали, мы ничего не имеем против. Вот мы ничего не говорили. Мы не говорили каких-то аргументов особых, еще что-то. Они просто как будто Бог им закрыл уста, как будто Бог их остановил и сказал, все, точка, до свидания. И они просто развернулись и ушли. И мы счастливые пошли. Для нас это было сильное свидетельство. И вся история церкви, посольства Иисуса, она перемежевывается с актами верности каждого человека. Что мы верно делали служение. Мы верно продолжали служить Богу. Мы верно продолжали идти за Богом. Мы верно продолжали быть жертвенными. Продолжали быть примером для других людей в том числе. И это, друзья, вдохновляло тех, кто приходил после нас уже. Это вдохновляло тех людей, которые переживали трудности. Они видели, как мы их проживали. Мы рассказывали, как мы проживали трудности. Мы рассказывали, как мы однажды пришли на богослужение. Сто с лишним человек, представляете, пришли на богослужение. Это был ДК Теплоход, город Бор, центр города Бора. И мы пришли к закрытым дверям. Там висел большой такой навесной замок. И я звоню директору ДК и говорю, а что случилось? Она говорит, мне поздно вечером позвонили из администрации, я вас больше не пущу. И мы пришли, и сто человек с лишним стоит перед дверями, и все. Что делать? Некоторые сестры, они такие, ну еще не сильно веря. Они говорят, ну все, лавочка закрылась, пошлите по домам. Бывают такие люди. Я говорю, ну слушайте, какая лавочка? Мы церковь, мы не лавочка, мы не закрываемся вообще. Нас закрыть ведь невозможно. Вот подумайте об этом. Церковь закрыть невозможно. Что бы там ни было, здание перекроют, там еще чего-то. Невозможно закрыть нас от слова совсем. И мы просто пришли, там еще не было канатной дороги, сейчас на этом месте канатная дорога. И вот мы там в лугах просто собрали богослужение, там такая асфальтированная площадка. И мы проводили богослужение на открытом воздухе. Слава Божья была, вы не представляете, какая. Это было просто славное время. И эти славные времена, они не прекратились. Вот здесь вот разные праздники, которые мы праздновали. Да, воздадим давайте славу Богу, друзья. И я хочу сказать, что вот практически аспекты верности, друзья, это то, что мы все проживали, вся команда, кто начинали церковь, кто предоставлял свое имущество, свое жилье. Вот Валентина, например, она первая, кто предоставила свой дом, будучи еще не замужем, она предоставила свой дом. Да ведь я ничего не путаю. Замужем же, да? Но тем не менее, они жили с мамой, и у них дом, небольшой дом. Они предоставили просто место, где прошла первая реабилитация у нас в церкви. Первого человека, которого мы достигли, который был наркозависимый, и он первую реабилитацию проходил у Валентины дома, лежа на кровати. И она очень переживала и думала, что он помрет, но он не помер, он освободился, и все, слава Богу, друзья. И все это происходило, друзья, с нами. Почему? Да потому, что мы получили откровение о верности. Мы получили то ли это какая-то, может быть, еще и закалка с древних времен и так далее, но я думаю, что сейчас ничего не поменялось. Я думаю, что каждый из нас, мы можем оставаться быть верными. И мы поговорим сейчас с вами о том, как в практических аспектах нашей жизни мы можем оставаться верными. Давайте откроем теперь место Писания. Посмотрим два места Писания из Ветхого и Нового Завета. Второзаконие, 7 глава, 9 стих, в начале. Второзаконие, 7 глава, 9 стих. Здесь написано, и так знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный. Это очень важно, что Бог говорит. Он сам о себе говорит. Я Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его, и сохраняет, и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Бог наш, Он верный, друзья. И если мы посмотрим в Писание, я не буду сейчас открывать множество мест Писания, но мы увидим, что есть такая, как бы, антагонизм. Антагонизм заключается в том, что есть Господь, в Которого мы верим, и есть Сатана, Который является падшим ангелом. И если Бог говорит сам о себе, что он верен, то мы видим по всем действиям, по всем ситуациям прошедшим, мы видим, читая Ветхий Завет особенно, мы видим, как Сатана был неверным. Когда он просто сказал, он восстал против Бога, и он проявил мега-неверность. И его неверность, по сути, явна и понятна. И его цель заключается в том, чтобы нам сделать вот эту вот прививку неверности, чтобы мы также оставались неверными, чтобы мы оставались просто какими-то ветренными людьми, которые ничего не понимают в верности. Но мы должны быть экспертами в верности, друзья. Мы должны понимать, что такое верность. И Новый Завет говорит нам, 2 Тимофею 2,13. Если мы неверны, Он, с большой буквы, это Сам Господь, пребывает верен. Ибо себя отречься не может. Если мы неверны, друзья, Бог продолжает быть верным. Бог продолжает в нас верить. Что значит быть верным, друзья? Для меня это значит, если вот вы, ну, ничто не запомните из проповеди, то для меня это значит, прежде всего, быть постоянным. Интересно, что в Тольятти город, где вот родом Анатолий Гельманов, который был у нас, мы его так вспоминаем с теплотой, я надеюсь, этого брата. И по секрету вам скажу, что у нас на острове Преображение они приедут с супругой уже. А супруга, она пророчица, прям такая хорошая пророчица. Вот. И я ожидаю, что будет хорошее такое время с Гельмановыми у нас на острове. Вот, друзья. Так вот, он из Тольятти. И в Тольятти, я не знаю, может, где-то еще, но в Тольятти есть памятник собаке. Прямо на одной из центральных площадей, значит, установлен такой постамент, и вы можете там Википедию посмотреть, в интернете. И там немецкая овчарка на этом постаменте стоит. И история заключается в том, что в 95-м году вдруг люди стали замечать, что собака, овчарка приходит на одно и то же место каждый день. И она весь день сидит на этом месте и не уходит ни днем, ни ночью. Она уходит только там где-то поесть, справить свою нужду, но она круглосуточно находится на одном месте. И ее пытались как-то приручить. И она убегала от новых хозяев и опять прибегала на то же самое место. И это продолжалось, вы не представляете, 7 лет. 7 лет каждый день, каждый день она приходила на одно и то же место. И она как будто кого-то ждала. Но собака не умеет говорить, и никто не знает, почему она приходила на это место. Если вы найдете, друзья, наши медиакоманды, я вам вызов такой бросаю, найдите в интернете этот памятник собаке овчарке в городе Тольятти, чтобы все видели, что я не придумываю какую-то историю душесчипательную. И она приходила 7 лет. Ей будку там поставили, она в эту будку не залазит. Ей пытаются там что-то, ну, как-то ее приручить, она не приручается. И в итоге ее, ну, поскольку она не может представиться, ее стали называть Константин. А Константин с латыни переводится, друзья, постоянный. У нас есть в церкви Константины, вот. А есть еще и Константин Константинович, это прям мега-постоянный человек. Вот. Я прям проглашаю, что он мега-постоянный. И вы многие его знаете, кто возглавляет наше подростковое служение в церкви. И вот она в 2002 году, к сожалению, умирает, потому что век собаки недолог. И вот ее памятник, который вы видите на экране, это, друзья, правда так и есть. И собака, она показала нам в какой-то степени пример постоянства. И мы зачастую с вами будем искушаемы, испытываемы в том, чтобы быть постоянным. Потому что придут трудности какие-то, придут испытания. И мы об этом сейчас поговорим. Поэтому, друзья, что значит быть верным? Какой рецепт? Очень простой. Для меня очень простой – быть постоянным. Я себя поймал на мысли, что я никогда не увольнялся по собственному желанию ниоткуда. Всегда как-то руководители между собой договаривались. И меня как какой-то приз перемещали в другое место работы. Вот они как-то между собой договаривались. Я не увольнялся. Я не писал заявление вот так вот, что я увольняюсь и так далее, ухожу. Как-то это все было лайтово, как-то это было все понятно. И к чему я это все веду? К тому, что я старался до конца исполнить то предназначение, которое я понимал. Если у меня нет слова от Бога нового, если у меня нет слова от высшестоящих людей, которые надо мной поставлены самим Богом, я верю это всем своим сердцем, говоря даже про мирских людей. Я всегда молился за своих начальников на мирских работах. И если нет никакого слова сверху, я продолжаю трудиться. Несмотря ни на трудности, несмотря на обстоятельства, я продолжаю быть постоянным, друзья. И смотрите, что говорит апостол Павел здесь в 1 Коринфянам 4 главе 1-2 стих. Итак, принимайте нас, как служителей Христа, которым верены тайны Божьи. От тех, кому оказано такое доверие, требуется верность. Бог говорит, что если Бог верил нам что-то, а Бог верил каждому из нас много чего, то требуется верность. Какие аспекты, друзья, какие аспекты мы можем поговорить, в чем мы должны быть верными с вами? Первое – это мы должны быть верны в ценностях. Первое – это верность в ценностях. Чтобы понимать, как быть постоянными и верными в наших ценностях, мы должны знать свои ценности. Так ведь, друзья мои, мы должны знать свои ценности. Это очень важно. Каждый человек, мы должны, как бы вам объяснить, вот всегда так говорят, но учителя в школе говорят и так далее, если я вас разбужу посреди ночи, вы мне должны ответить теорему Пифагора, там учитель говорит, или вы должны мне сказать какое-то правило. Так вот, мы христиане, мы должны знать свои ценности. Если нас разбудить ночью, мы должны сказать, какие мои ценности, в чем заключаются мои ценности. Наша ценность заключается в том, что мы спасены по благодати, мы спасены благодаря тому, что Христос умер за нас и воскрес на третий день. Аминь, драгоценные. Наша ценность заключается в том, что мы ценим братство и церковь как таковую, потому что это тело Иисуса Христа. Мы любим друг друга, мы любим брата и сестру, потому что это заповедь Божья. Господь сказал, возлюби Господа Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя, в этом весе законы пророки. Мы понимаем, что это ценность. Наша ценность мы ценим семью, если у кого-то есть семья, мы верны своей семье. Это наша ценность. Мы ценим дружбу, безусловно. Мы в какой-то степени готовы что-то много сделать ради своего друга. Мы любим друга, мы кладем в какой-то степени свои усилия. Я не буду говорить высокопарные какие-то слова в этом вопросе, но лучше стараться быть верным дружбе. Мы верны, друзья. Много чему, на самом деле, можно об этом поразмышлять. Но я сейчас не буду вот эту тему разворачивать более детально, потому что очень много пунктов. И сказано в Писании, как мы с вами прочитали, что если нам оказано доверие такое, это новый перевод, то требуется, чтобы мы были верными. Следующее, друзья. Следующее, в чем мы можем быть верными? Постоянными. Всегда вот смотрите. Верное-постоянное. Верное-постоянное. Это значит, что мы можем быть верными в мыслях. Ты скажешь, ну как мне быть верным в мыслях? А это, друзья, Газманов пел так очень интересно. Он говорил, мои мысли, мои скукуны, да? И вот скачут эти мысли наши куда-то. Куда они скачут, мы не понимаем. Но Писание учит нас тому, смотрите, Римлянам послание, 8 глава, 6 стих. Здесь сказано, 8 глава, 6-7 стихи, послание к римлянам. Здесь сказано, помышления плотские, суть смерть, а помышления духовной жизни мир. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Мы, друзья, столкнемся с тем, что первая атака в нашей жизни всегда, она будет на наши ценности. Но когда мы переживем эту атаку, когда мы покаялись, вот когда мы приняли Христа, дьявол атаковал по большому счету наши ценности. Но когда ты проходишь это, то следующая атака идет на мысли. Ты начинаешь искушаем быть в своих мыслях. Ты начинаешь сомневаться в чем-то. Ты начинаешь переживать, а правда ли это. Ты начинаешь сталкиваться с несправедливостью какой-то, в том числе и в церкви. Это, безусловно, есть. Ты сталкиваешься с тем, что ты считаешь что-то правильным, а происходит что-то, по твоему мнению, неправильное. И в том числе и в церкви это происходит. Но, друзья, это не повод сдаваться, это не повод опускать руки и не повод сдаваться в своих мыслях. Вы со мной, друзья? И Бог обещает нам, и Он говорит, что помышления плотские, суть смерти. Не думай плотскими помышлениями. Плотской человек, он всегда так сделает вывод. Плотской человек сделает вывод по плоти. Что-то не по его получилось, что-то пошло не по его плану. Он сразу же оставляет, Он сразу же бросает семью, бросает сообщество, бросает работу, бросает все. Но мы с вами, друзья, мы не те, мы другие люди. Мы мыслим духовно, мы мыслим духовными помышлениями. А мы всегда, духовные помышления, они мыслят на перспективу. Аминь, друзья. Вы со мной? Мы мыслим с категорией вечности. Мы размышляем о том, что церковь будет всегда. Церковь посольства Иисуса будет расти в Нижнем Новгороде после нас. Наши поколения, они понесут дальше служение церкви. Тысячи, тысячи людей, сотни тысяч придут ко Христу в нашем городе, в церковь посольства Иисуса. Мы это проповедуем и говорим об этом. И исходя из этого, мы остаемся верными. Следующие, друзья, верность в малом. Это просто бич современного мира. Люди патологически не могут быть верными в малом. И я бы хотел открыть место Писания, но я понимаю, что я не успеваю уже. Но там есть такая очень хорошая притча, когда Бог говорит о себе, что вот он господин, который дал своим слугам таланты. И эта притча, она применима вообще к многим аспектам жизни, к талантам как таковым, то есть к определенным дарам человека, который у него есть. Это применимо к разным аспектам, еще повторюсь. И я думаю, что то, что приходит в нашу жизнь, подумайте об этом, то, что приходит в твою жизнь, это дар от Бога. Это дар от Бога. Мы не заслужили, я думаю, каких-то особых дружеских отношений, но Бог привел нам хороших друзей, Бог привел в твою компанию хороших работников, Бог привел в твой бизнес каких-то партнеров, Бог привел в твою жизнь конкретно жену или мужа или детей. Это дар от Бога. И Бог говорит, что возьмите таланты, это дар от Бога, и используй эти таланты, будь верен в малом. И Он дает нам прямое обещание, прямое обетование, что Он поставит нас над многим. Если мы примем это как дар от Господа в своей жизни, все, что есть у нас, мы примем как дар от Господа. Наше здоровье, нашу жизнь здесь, наш город, где мы живем, да все, вот нашу церковь, куда мы ходим на служение, мы примем это как дар от Бога, то и остаемся верными в малом, то Бог обещает, и Он говорит, я поставлю тебя над многим. Аминь, драгоценная. Когда мы продолжаем быть верными в малом, Бог ставит нас над многим, это Его обетование. Мы делаем свою часть работы, причем такую, ну, в принципе, она тяжелая, но подсильная, быть верным малым. И Бог говорит, я сам тебя поставлю над многим, я сам тебя поднимаю вверх, я сам тебя продвигаю вперед. Следующее, в чем мы можем быть верными, друзья, это верность в испытаниях. Это верность в испытаниях. Я вам хочу такую историю, проповедники всегда ее говорят, и я, может быть, повторяюсь, но, может быть, вы ее знаете, но, тем не менее, хочу прочитать ее. Одному очень верному и посвященному Богу пастору приснился сон. И в этом сне Иисус держал его за руку и вел по берегу моря. Христос сказал, я хочу показать тебе всю твою жизнь. И он ему показывал, значит, показывал, показывал его жизнь. И когда последняя картина промелькнула, пастор обернулся, и он увидел свои следы и следы Иисуса. Но, приглядевшись, он заметил, что в некоторых местах были только одни следы. Это были моменты жизни, когда ему было очень тяжело, и это было самое трудное время в его жизни. Пастор это очень расстроило. Он начал плакать и говорить, Иисус, почему ты оставил меня тогда, когда мне было плохо? Почему, когда мне было тяжело, ты оставил меня? Иисус обнял его и ответил ему, это не твои следы, а мои. Когда тебе было тяжело, я брал тебя на плечи и проводил тебя сквозь трудности пустыни, потому что ты всегда был верен мне. Я хочу сказать, друзья, что верность и великая сила. Когда мы верны Богу, Бог, Он сказал, мы вначале прочитали, если даже мы не верны, Он пребывает верен, а если мы верны, то тем более Он берет нас на свои плечи и несет нас в трудные времена. Трудности, друзья, это время великих испытаний, и они придут жить каждого из нас. Мы проходили эти трудности, мы проходили моменты, когда у нас были суды с иностранными студентами, и мы не видели никакой справедливости. Мы дошли аж даже до Верховного Суда Российской Федерации, проиграли этот суд, и мы не сдавались в этом. Были времена, когда наш храм закрыли, это был 2022 год, в ночь с 31 на 1 января, с 21 на 22 год наш храм закрыли, опечатали, и мы полгода были опечатаны, но Бог дал Свою милость, и церковь выжила, церковь продолжала служить Богу, онлайн и так далее, потому что началась пандемия. Мы проходили трудные времена, это были непростые времена, но, друзья, когда мы проходим трудные времена, непростые, Бог говорит, молодец, я тебя подниму, я тебе дам нечто новое, я дам тебе нечто новое, хорошее будущее, друзья, поэтому я верю, что у нас хорошее будущее, аминь. Следующее, друзья, верность в служение, верность в служение. Служите Господу, исход 23 глава 25 стих, служите Господу Богу вашему, и Он благоволит, благословит, простите, и Он благословит хлеб Твой, и вино Твое, и воду Твое, и отвращу от вас болезни, Бог обещает. Когда мы служим Богу, друзья, это вдохновление для нас, что Он благословит наш хлеб, нашу воду, отвратит всякие болезни. Следующий, исход 33,11, там сказано, «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и Он возвращался в стан, а служитель Его, Иисус сын Навин, юноша не отлучался от скини». Мы видим, друзья, как Иисус Навин, будучи верным служителем Моисея, Он не отлучался от того дела, которое Ему заповедано. И потом мы видим, когда Моисей умирал, и Бог ему сказал, чтобы Он рукоположил, как бы поставил Иисуса Навина вместо Себя, служителя Божьего. Почему? Потому что Иисус Навин был верен. Я вдохновляю вас, друзья, продолжать служить дальше. Не сдавайтесь, не сдавайтесь лидера ячеек, не сдавайтесь, не закрывайте ячейку свою. Даже если вы закрыли ее, молитесь и верьте, что Бог ее откроет, как-то сам. Если у вас какое-то служение, вы устали в этом служении, но возьмите паузу, ничего страшного, но не закрывайте эту дверь до конца. Верьте, что Бог поставит вас опять служить. Это благо, это благословение для каждого из нас. Аминь, драгоценные. И последнее, что я хочу сказать, что мы должны быть верны в тучные времена, потому что вот мы говорим всегда о чем-то плохом, и так мы устроены, как люди, мы больше замечаем что-то плохое, но в нашей жизни бывают и хорошие друзья, и Бог обещает нам конкретно, что хорошие времена, они приходят в жизнь каждого человека. И я видел в церкви очень много раз, когда люди проходили вот эти плохие времена, а потом начались хорошие времена. Я помню, как одна семья пришла в церковь, они настолько искренне покаялись, это прямо в 90-е были, вот старожилы помнят эту семью, и они не имели детей, у них был конкретный диагноз, все, прям полностью, это было наоборот, и у них был однозначный диагноз, что они не могут иметь детей, просто все, тотальный диагноз, это просто нереально. И мы молились просто за них, и они родили мальчика, представляете, просто родили, мальчиков, да, Маша? Вот, они родили мальчика, и просто чудо пришло в их жизнь. Ну, люди вроде бы, славить Бога можно, благодарить Бога, хорошие времена, прекрасный человек, прекрасная семья, интеллигенты такие, хорошие, музыканты и так далее, но вдруг они почему-то решили оставить Бога, потом развелись, потом не пойми чего, и все вернулось на круги своя. Друзья, Писание нам говорит здесь, давайте откроем, Второзаконие, 8 глава, 17-18 стих. Второзаконие, 8 глава, 17-18. Когда ты будешь процветать, я в новом переводе прочитаю, когда ты будешь процветать, ты можешь сказать про себя, я заработал это богатство своей силой и мощью моих рук, но помни Господа, твоего Бога, потому что это Он дает тебе возможность приобретать богатство, подтверждая, как это и есть сегодня свой завет, о котором он клялся твоим отцам. Бог дает нам эту милость и благодать, друзья. В тучные времена, когда у тебя всего будет много, когда Бог проведет тебя через испытания, когда ты войдешь вот в обитованную землю, ты скажешь, как хорошо мне сейчас жить, как хорошо, у меня все есть, у меня нет долгов, у меня есть свое жилье, машины, и там накопление, все у меня есть, все замечательно, всегда помни, что Бог заветит с тобой, Он провел тебя, Он благословил тебя, это Он сделал, не мы своими силами, и мы продолжаем оставаться верными. Вот во времена плохие, во времена хорошие, мы всегда будем верными, друзья. Давайте поднимемся сейчас, помолимся. Аллилуйя. Итак, друзья, я хочу повторить те аспекты верности, которых мы должны практиковаться. Я хочу сказать, что быть верным – это быть постоянным, это очень важно. И первое, в чем мы верны, мы верны в ценностях. Второе, мы верны в мыслях. Третье, мы верны в малом. Четвертое, мы верны в служении. И последнее, мы верны в трудные времена. Извините, в тучные времена. Не в трудные, а в тучные. И мы, друзья, молимся сейчас, Господь драгоценный, я молюсь, Отец, за каждого брата и сестру. Я прошу тебя, Царь мой всемогущий. Молюсь, Отец, если кто-то проходит трудные времена, кто-то проходит времена испытаний в своих мыслях, Отец, в своем мышлении, Господи. Я молюсь, Отец, чтобы ты сейчас покрыл своей милостью, благодатью, Отец. Чтобы ты дал, Отец мой всемогущий, понимание верности, понимание постоянства, Господь, постоянство следования за тобой, постоянство в слове, постоянство в молитве, постоянство служения тебе, Отец. Кто-то, возможно, выгорает сейчас в служении, кто-то хочет оставить служение. Я молюсь, Отец мой, всемогущий, покрепи, подкрепи, Господь драгоценный, подкрепи, дай силу, Отец, пройти эти испытания, пройти эти трудные моменты жизни, Во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, прославляю Тебя, Царь мой, молюсь за всю церковь, Отец, молюсь, Отец мой всемогущий, дай нам оставаться верными, дай нам верно, Господь, следовать за Тобою, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, славлю Тебя и молюсь во имя Отца, Сына и Святого Духа, и весь народ скажет Аминь, Аминь, Аминь. Аминь, драгоценные.